Преображенские Семеновские полки, лейб-гвардии полки русской армии известны практически каждому, кто когда-либо изучал русскую историю XVIII века. Их знают как сторонников юного царевича Петра Алексеевича в его борьбе с царевной Софией. Именно их принято считать началом русской регулярной армии и многие знают об их доблести на полях Северной войны. Довольно известным фактом оказывается то, что у Семеновского полка в униформе довольно долгое время были такие красные чулки, которые они получили, потому что при Нарве стояли, как написано в указе Петровском, по колено в крови. Я бы хотела поговорить о той ипостаси, которая известна в значительно меньшей степени. Дело в том, что Преображенские Семеновские полки уже с начала XVIII века, даже с конца XVII века, начинают исполнять целый круг функций, который исключительно выделяет их среди петровских сторонников. В конце XVII века, когда старый государственный аппарат показал свою невозможность реализовывать новые задачи, петровские гвардейцы как раз становятся той системой, которая позволяет Петру I проводить реформы. Они становятся фактически параллельным аппаратом управления и исполняют самого разного рода функции. Количество полномочий, количество функций, которое было им предписано, количество полномочий, которое было им дано и количество задач, которые на них возлагались и которые ими реализовывались, может поражать воображение. Фактически диапазон был безграничным от, скажем, личной охраны императора и императорской семьи до участия в придворных церемониалах, от суда над коррумпированными чиновниками до управления территориями, которые вошли в состав России в результате Северной войны, от полицейских обязанностей до написания крупных документов начала XVIII века. Примеров можно привести достаточно много. Например, капитан-породчик Ржевский по указу Сената отправляется управлять Нижегородской губернией. Его сотоварищ по гвардии Алексей Панин назначен был вице-губернатором в Смоленск. Это что касается административных поручений. Кроме того, они активно занимались разведкой. В частности, капитан Кожин был отправлен в Индию под личиной купчины, как было написано в источниках, и в его задачу людей, которые находились в этой поездке, был осмотр Каспийского моря и исследование близлежащих территорий. Они также выполняли целый ряд дипломатических поручений. Например, капитан Измайлов был русским чрезвычайным посланником в Китае, а Румянцев был посланником в Стамбуле. Также они достаточно активно участвовали в написании целого ряда государственных документов, важных для эпохи того периода. Известный наш историк Сергей Михайлович Соловьев, который занимался непосредственно изучением того, как происходило написание табеля о рангах, вообще считает, что она была написана всего четырьмя людьми, что это был Брюс, Головкин, Дмитриев Мамонов и Матюшкин. И вот как раз два последних являлись гвардейцами, то есть они довольно активно участвовали в действиях такого рода. Особенное впечатление на современников производили так называемые майорские розыскные канцелярии. Это были такие структуры следствия и суда по особым государственным преступлениям, часто связанным с коррупциями. И под следствием и судом в таких канцеляриях находились высокопоставленные чиновники. В частности, Александр Данилович Мейшиков как раз проходил по одной из таких канцелярий. Его дело было расследовано там. И иностранцы в России писали о том, что в России дошло до того, что какой-то почтенный член Сената вынужден являться перед мальчишкой и рассказывать ему о каких бы то ни было своих делах. С другой стороны, иностранцы также говорили о том, что очевидно, эта система была создана потому, что царь не смог найти среди своих приближенных людей достаточно беспристрастных и достаточно бескорыстных для того, чтобы участвовать в таких следствиях и судах. Надо сказать, что вот эти сверхполномочия, которые возлагались на гвардию первой четверти XVIII века, они зачастую вступали в прямое противоречие существующей административной и военной системой. В качестве примера хочу вам привести исключительно яркую историю 1706 года, когда к фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву, который находился под Астраханью и подавлял восстание, был представлен сержант преображенского полка Михаил Щепотев. Еще раз подчеркну, речь идет о том, что к фельдмаршалу был представлен сержант, который фактически указывал ему, что делать. Суть проблемы заключалась в том, что Борис Петрович был человеком относительно медлительным, достаточно медлительным, видимо, по мнению Петра, и для того, чтобы понуждать его к некоторому движению, к действиям более активным, под Астраханью, к нему вот и был представлен Михаил Щепотев. Как вы понимаете, Борис Петрович совершенно не был в восторге от подобного рода ситуации. Сохранилась его довольно яркая переписка с разного рода людьми в столице и с императором самим. В этой переписке он говорит о том, что это совершенно невыносимая ситуация, что Михаил Щепотев ведет себя невероятно плохо, устраивает пьяные дебоши, беспрестанно пущает ракеты и всячески грозится испортить отношения Бориса Петровича с Александром Даниловичем Меньшиковым и с Петром I. Интересно, что сохранилась параллельно переписка сержанта Щепотева с Петром I. Сержант в этой переписке ведет себя совершенно спокойно, говорит о том, что, конечно, он не угоден фельдмаршалу и другим прочим, но при этом говорит, что это совершенно нормально, и когда он прибудет пред очи государевы, то донесет пространение сего письма. То есть он был уверен в том, что конфликт неизбежен, но он был также уверен в собственных полномочиях и в собственном праве в этом конфликте участвовать, потому что он являл собой волю государеву прямо там на месте непосредственно. Эта система, которую я описываю, она система, связанная с наделением сверхполномочиями людей, близких Петру. Видимо, найдена была им интуитивным образом, но при этом она очень быстро показала свою эффективность. Почему, собственно, система эта была эффективна, и почему она так активно работала? Работала она все Петровское царствование и даже несколько после этого. И я оговорюсь еще, что это действительно была система. Это не были спорадические посылки разных людей с разными целями. Например, известно, что в 1724 году вот в таких отлучках по государеву делу в Преображенском полку находился 51%. То есть половина полка занималась решением такого рода дел. Так почему эта система, найденная интуитивно, показала свою эффективность? Во-первых, там была четкая позиция, связанная с контролем. Петр I был полковником Преображенского полка, и все, что касалось двух этих полков и четырех тысяч человек в этих полках, оно полностью находилось под его контролем. Он фиксировал все происходящее в полках. Он знал многих лично. И поэтому, если происходило что-то вне его воли, происходило что-то связанное с правонарушением, то Петр действовал здесь чрезвычайно радикально. И именно сам император Петр I фиксировал эти наказания, ужесточал даже эти наказания. Например, до начала 1710-х годов в полковых делах встречается такая формулировка, как «сослать в качестве наказания быхов в стрельцы». Сослать гвардейцев в стрельцы – это, конечно, была такая акция символического унижения. Второй причиной, по которой эта система проявила такую яркую эффективность, такую серьезную эффективность, заключалась в том, что сверхполномочиям соответствовали также сверхпривилегии. Привилегии, которые в этих полках существовали, были действительно чрезвычайными. Многочисленные выплаты – деньги крестьяне, земли – все это люди, которые проводили реформы Петра, получали. Поэтому кнуту соответствовал пряник. И, наконец, третьей позицией, которая связана с эффективностью этих полков, оказывается то, что с течением времени здесь выработалась система отбора, очень четкая, связанная с исключительным вниманием каждому человеку, который попадал сюда. В гвардии очень не любили переводы из армии. Считалось, что проще вырастить собственного гвардейца, нежели брать человека из армейского полка. Здесь активно культивировались семейные связи. И отбор был действительно чрезвычайно очень жестким. Я думаю, что в конечном итоге можно говорить о том, что к концу царствования Петра I, применительно к гвардейцам, применительно к Преображенскому и Семеновскому полку, можно уже говорить не только о том, что речь шла о некотором контроле этой системы, которая двигала реформу Петра вперед, но о некоторой саморегуляции внутри. Это была уже серьезная корпорация, как военная, так и управленческая, которая была построена на понимании собственного места в системе управления, на понимании собственной роли, на приверженности позиции реформ и на безусловном культе императора Петра Великого. Продолжение следует... Продолжение следует...